так друзья продолжаем значит смотрите вы также вместе со мной читаете справедливости ради мало где рекомендует заглавлять до прививки да если бы это так было дело дошло до того что мне торжественно значит меня выдергивают с польза прям прям в смысле мы вас на сутки задерживаем не называю город не называю фамилию но я хочу одно сказать меня уже не они а собралась небольшая компания в этом райском городе железопол у них как в гостях у одного из них и мы долго беседовали все и мне дарят саженец саженец был это а яблони да он был в этом сам в литровом горшочке этом самом сосудике в таком такой емкости вот и мне такой подарили я привез все на ваш садить его я уже заранее завшивание сорт этот не устроит так знаете вот это заурядный скажем так я решил его расковырять то есть я срезал эту потом раз аккуратненько убрал землю он же видя этого самого спекшийся с ком земли я рассмотрел внимательно и так прививка была под уровень земли там выше было сантиметра 2 самое интересное то есть он привил по двое весь все что ниже прийти и оно должно было так быть сгнил полностью вместе с корнями и он не мог не сгнить они кто на это они же как во первых он рост такой маленький хиленький видимо его не жалко было подарить вот и дело в том что даже если он нормально борос вот когда был заглублен он начал болеть он дал дополнительные корни выше нижние корни сгнили главное что это случается обязательно сантиметра 2 этого самого то что торчало над корнями выше корневой шейки она оказалась под землей это сбивает сто процентов а наши корни ниже тоже подгнивает это по моим этом не хватило одного случая чтобы потом кричать караул не закапывайте выше чтобы дали дополнительные корни потому что это совет было вы поймите вы говорите как вы тут написали сейчас мало где рекомендуют я-то прочитал это бульварной литературы который почему-то нельзя обрезать деревья чтобы сильно высокими не были ветки пореже насчет сильно высоких деревьев я вам показывал одной из самых высоких самом начале помните там этот самый яблоня там 30 40 ведер урожай это бывает редко в сибири очень-очень да не принципе поверьте во всей россии даже не дожидывает до высокими а уж если специально обрезать чтобы не были высокими у них еще как короче они бы рады были высокими не дают вот а и ветки пореже нельзя не в концу сидел рано это раз я уже сто раз говорил еще будем специальной передачи у нас будет рано это раз и то что убирая ветки вы же выбираете вы же делать как у вас кровоснабжение я вам покажу десятки этих фотографий вы мне поверите что нарушается снабжение стас самого штампа что она с на отрезанных ветках же росли листья для предназначения для всего дерева для выращивания корней для всего вот если вы убрали 10 процентов листьев мы убрали 10 процентов не просто веток с листьями 10 процентов мы убрали 10 процентов будущего роста 10 процентов поверьте и урожая хоть считается что ах если солнце не будет освещать урожая не будет будет также как я вам фотографии показал абрикосы там где-то голенастая выше все в этих плодах ну и что что растут шатром бывало и знаешь как у меня но не всех фотографиям показал не все делал вторая вертикально почти растет потом горизонтально а потом вертикально вниз до земли вот ну и что дальше по поводу муравьев разных видов бывает рыжие лесные хищники они защищают а мелкие черно-фруктов фруктоеды ничего не защищает и если бы подписали что чтобы биолог да и 40 лет занимались чем наблюдением за муравьями запомните все муравьи чищники вот вопрос только что им по зубам и что нет ну десяток мелких муравей спокойно гусеницу уничтожает и тащит сам видел вот поэтому между ними разницы нет а рыжие лесные хищники да но они потому и лесные что живут в лесу а в наших извините садах в основном живут эти черные фруктоеды да допустим кто-то вам написал скорее всего это как многие со мной спорят я читал ладно значит человек прочитал что рыжие лесные хищники берете их переносите целый муравейник аккуратненько его сад сбегут обратно в лес вот так каждому свое а нам остаются мелкие черные фруктоеды как вы их назвали ну что какие есть такие есть а насчет шутлю разводят ну что делать я вижу тоже как муравьи летают узнаете муравьи летают вот нет а это же и для тоже прилетела для мама вывела личиночки вот и все и они начали это самое сколько раз я видел ни одного муравья вот чего их уничтожать сотню раз я видел что муравьев нету есть их с муравьями но чаще всего нету вот и при этом пшикнул пока одна мама пока маленечко там появилась семнадцать в этот момент допускать когда все раскрутит они для чем листья скручивать да чтоб их не достать было ну попробуй достать пшика не пшика лист уже свернутся и вместе уже и том никакого раз мощный побег чуть ниже от места прививки я осталась мысль и пусть будет опылителем может надо срезать и растать конечно ставить вот но не обязательно как у меня бывало что вот этот нижний побег ниже прививки обгоняет саму прививку дело в том что тут многое зависит от того они уже становятся конкурентами вот у вишни которая из питомника она может просто погибнуть да не зря же мощный побег ниже прививки если передо мной была фотография я бы увидел бы сейчас сажен целиком я бы точно сказал но я всегда оставляю почему потому что бывает по двое то что морозостойчивый привой 1 то что может заменить по двое когда по двое погибли 2 это что привой может его помочь и дать сделать и более культурным 3 поэтому прежде чем срезать нужно стоять и сать репу и видеть хотя бы но я вот не знаю но при этом ветки длинные цветы и планы только на концах ветки мы делаем потому что они с не случайно цветы и планы на концах ветки вот вишня я не знаю где вы живете но вишне вишневые почки это часто случается могут погибнуть и в начале ветки в середине и в конце вот когда вы срежете отрежете допустим половину дерево будет вынуждена резервные почки которые скрываются прям буквально под корой которых вы не видите они начнут развиваться и вырастут снова но потеряете время пока они начнут плодоносить эти то вы там где плодят цветы вы же обрезать собирались вот допустим и мне вопрос задали можно ли обрезать я бы не стал обрезать или я бы сделал бы как я не знаю какой возраст может пора делать обрезку на омоложение тогда режьте можно обрезать половину половину оставить там вот пока плодоносить одни нетронутые через год-два заплодоносит те которые были укорочены зря вы переживаете дача фея просто шоу у нас всякой фигни фигни по телевизору показывает таких платонов и ганечкиных да а если ганечкина на на вся россия миллионы людей видели центральный канал когда еще меньше было этих передач по садоводству на глазах у миллионов людей уничтоживается этот самый муравейник ведь ей же на том свете это зачтется она не ведает что творит филиппа где она живет только где у нее вишни болеют посмотрел бы я себя действительно как доктор или как патолого на там походил бы по этим садам посмотрел бы я почему они болеют для меня болеют больные вы кто-то сделал больными его знаменитом романе там доктор учил всех только касторкой и тоже в этом знайка не знайка про него серия этих книг тоже касторкой по моему лечили всех так и здесь мне кажется что большая проблема почему лишь не оголяется ветки все надо это искать другом месте то есть основание должно гнить и тогда вот это все и происходит посылание должно гнить 90 процентов случаев если нужно с хотя бы это моим сухом краем от лишнего взрослой верхушки однолетних побегов святощими почками если это самое не может ну как сказать однолетние просто среди цветочек почек все равно с ростовой вы их можете не видеть они могут не развиваться это как бы плодовая веточка но стоит ее отрезать и привить она может дать побег второй вопрос более кардинальный берете где-то примеривайтесь на ветку не однолетний просто двухлетний отрезайте и ждите все на следующий год у вас появится специально вот как я показывал вас предпоявятся специальные ветки для прививки они будут ростовые вот вот это вот прием до перевод есть перевод ростовых на плодоношение а здесь наоборот получается перевод плодоносящих на ростовые вот резать придется хоть язык не поворачиваться сказать но приходится так по вопросам болезни ко мне можно не обращаться вот у здорового человека нет у меня имею ввиду здорового саду нет этих проблем тут и жены яблонях это конечно вопрос серьезный значит поршено яблонях у меня бывает на одном яблоке из тысячи яблок так я ничего тут не могу сделать ничем вам помочь это тоже самое парча это не болезнь это средство болезни гриб он залазит только туда где ему где яблоня больная именно там где обычно это в виде пятнышка начинается сначала да вот и она пятнышка появляется там где как раз защита у яблок самого плода это касается и плода это касается и листика вот это касается и побега везде где она появляется это значит там начинается омертвление все и тогда болезнь она там делу том что мы считаем что можно там уберечься от грибов грибы везде и всюду у меня погребе в бетонном там 8 метров ниже земли холод и лютый вот прямо грибы растут в этом бетонной стене почему потому что песок который применялся он стал скраплениями этого сам органики вот вам уже и грибы везде под мышками пупке подойдите к дереву они уже на дерево перелезли вот где угодно по эти самые споры везде их миллионы миллиарды вся землями запарана они ждут только мертвичины а мы им создаем и вот как вот этот платонова будучи вот вроде бы на остриях копья как говорится на вершине успеха известность почему она не знает про то что деревья гибнут миллионами и почему она до сих пор не знаю что они гибнут под первую очередь искалечены ей же и ведь почему вы от этого понять его каком мире мы живем отводки сливе шпанки были прикопе весь год просто присыпаны забыты подросли по виду корни образовались выше чем были где у них корневая шейка если у них смысл будет ли у них состеживание так вот отвечаю это средний вариант значит ясно что когда втыкается палка обрастает корнями вот они еще не долговечны потому что у них корневой шейки с рода не было не будет это ветка наполовину так условно грубо вот кто-то в землю но там дальше то что называю коррозия только в данном случае же не металла на границе свет сильнейший этот вот я вам просто объясняю я даже фильмы снимал вот я втыкаю палку вбиваю сантиметров на 30 в глубь так вот и где-то метра она выше ей подвязан этой палкой подвязан саженец чтобы не падал крепче держался проходит год-два теперь смотрю саженец уже не нуждается он уже мощный а палка подвязана уже на боку то есть она наклонилась на бок потому что отгнила где-то ниже и уже держится за дерево не на буря дерево а уже держится за дерево чтобы не упасть она же подвязана вот я ее отвязываю беру выкапываю кол и смотрю и так сверху она целенькая тот же кол только обтекли острым клин сделаю еще можно использовать под землей пусть она уже бурого такого цвета пусть уже это но тоже еще целое а где переломала где сгнила на границе сред вот почему я ненавижу эти самые карлики потому что у них короткий век знаете на карлики перешла европа южная им не надо 20 30 40 лет по отношению как нам у нас у них психология другая 23 года и все и по трактор прошелся а у нас что вот нам не годится их технологии поэтому у них не успел сгнить я уже это самое все вот свое дело сделал дал максимальный урожай вот а корневой отводок это часть дерева вот мы можем как удивляться вот я выкапаю но в данном случае я не могу показать фотографии но вы видели фотографии я стою держу там ком земли и еще поверхность не тронутая то есть прям с дерном ком земли с дерном я его также посадил корневой отводок я абсолютно убежден что это не палка воткнутая в землю которая при гниет это часть дерева и предназначен окрасить за счет таки у нее нечто напоминающий корневой шейку есть потому что не собирается гнить но при одном условии что я с полом земли перенес и она не тронута и не мне не надо метить ее там выше ниже не ошибиться ли не заглубить ли заглубишь тоже плохо только сейчас об этом говорили таких случаев деревья гниют вот выше сделаешь тоже плохо не помирает на болеют и вот получается что я ответил так что а ваши допустим дело в том что почему у вас получилось смотрите сливы и вишни они кроме яблони самые надежные как самые крепкие на выплевание это что они у вас до сих пор живы это результат их биологической особенности они не так боятся сырости как боится допустим абрикос груша вот так что вам повезло что именно с отводки сливы шпанки у вас были вот и я таких случаев знаю тоже при копе забывал приходит весна они наполовину закопаться растут это я про сливы в общем как мог ответить ответил так багринцев привет виталий у меня на молодых корневых отводках листья крупные а затем взрослые деревья меча я поначалу куборд скатываю вишня та же которая называет сибирская штамбовая полудикая да даже не то что это мною испорчено с помощью череша укрупненная а именно чисто обязательно как молодые пошли эти самые сенцы или отводки такие листья ну все повезло вот это будет да ну хорошо что это заметили ну вот такая особенность вишня пока молодая она значит это у нее лист крупный возрослеет лист мельчает вот особенность а в биологическое вот такая особенность роста ювенального периода